Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне появились новые участники. Николай из Самары, ему 23 года, пришел Коле Райской. Он раньше работал поваром, но Райской парень не понравился. Николай очень общительный и веселый, он КВНщик, ведущий мероприятий. Собирается похудеть на проекте на 80 килограмм за 8 месяцев. Второй мужчина это Сергей из Питера, ему 33 года, работает учителем физкультуры младших классов. Некоторые говорят, что похож на Женю Руднева. На проект он пришел к Маше Тулеевой. Маше новенький Сергей тоже не понравился. Она теперь встречается с Андреем Чуевым. Андрей устроил ей романтическое свидание. Маша сказала, что знает, как правильно с ним общаться. Дима Дмитренко мечтает о детях Соли Рапунцель. Я хочу, чтобы история нашей любви бегала по нашему дому. Ты понимаешь, о чем я, написал он. Молодожены Элла Суханова и Игорь Трегубенко тоже активно работают над появлением на свет потомства. Мы назло всем любим друг друга, купаемся и работаем над потомством. Андрей Черкасов организовал свидание для Стеллы Мунасыповой. На футбольном мини-поле он учил ее играть в футбольный бильярд. Стелла в восторге. Андрей постоянно говорит о своих чувствах к девушке и намекает на возможную свадьбу. Между Иваном Барзиковым и Димой Дмитренко разгорелся спор. Ваня, оставшись без пары, а недавно он расстался с Машей Тулеевой, не хочет уступать комнату Диме и Оле Рапунцель. Ваня объясняет это тем, что у него намечаются отношения с Мариной Африкантовой и что он не может водить ее по вечерам в грязную мужскую спальню. Дима же говорит, что ему комната нужнее, потому что у него с Рапунцель есть интим и к тому же они хотят детей. Кстати, Ваня Барзиков объяснил свою симпатию к Марине Африкантовой. Все дело в том, что она очень похожа на его бывшую девушку Маргариту. Наталья Павловна, мама Эллы Сухановой, оскорбила участников Дома-2. Она сказала, что на проекте «Людишки, которые испортят Элле жизнь». Татьяна Владимировна Африкантова приняла эти слова на свой счет и решила вызвать маму Эллы на разговор. Элла же решила свою маму защитить и не разрешила ей разговаривать на эту тему. Девушка пришла на ТЭТ и забрала свою маму, чтобы оградить ее от конфликта. Элла сказала, что мама не собирается принимать участие в этом цирке, потому как она не участница, а гости, и прилетела на Сейшелы отдыхать, а не скандалить. Татьяна Владимировна же стала кричать, что Сухановы зазвездились, уходят с ТЭТов, когда хотят. Элина Камерен рассказала о нынешних целях отца своей дочери Саши Задойнова. «Недавно к нам приезжал Сашка. Из нас не получились хорошие муж и жена, но мы стали отличными друзьями. У Задойнова сейчас пока никого нет. Он заморочен совершенно другим. Старается побольше заработать, чтобы помочь дочке». Не дочке, а дочкам. Тут же поправили Элину подписчики в комментариях. Ксения Бородина наконец восстановила свой аккаунт в одной из самых популярных соцсетей. Она рассказала, что ее страницу взломали партнеры по бизнесу, с которыми она создавала интернет-магазин. Ксения подняла этот бизнес с нуля, вложила душу в создание моделей. Потом оказалось, что партнеры плохо ведут дела, они ее обманывают. Теперь Ксения не имеет никакого отношения к этому шоуруму и хочет открыть собственный бизнес. Подписчики остались в легком недоумении, ведь Ксения писала, что этот бизнес она открывала вместе с мужем, с Курбаном Амаровым. Получается, что это он ее обманул. И на странице Курбана уже посыпались гневные комментарии от поклонников Бородиной. Курбан ведь тоже восстановил свой аккаунт и теперь публикует снимки с друзьями и с сыном от первого брака. Подписчики Курбана, внимательно рассмотрев его снимки, пришли к выводу, что он действительно в ссоре с женой. По фотографиям видно, что теперь он живет в другой квартире, а его сын Амар играет один, без мороза, как это было раньше. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу вконтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.